Добрый день, дорогие друзья! Когда нам что-то нужно найти в интернете, мы это гуглим. Гуглим, хотя если нам нужна статья на русском, то, скорее всего, мы гуглим в Яндексе, поскольку у Яндекса хороший и удобный поиск на русском языке. Кроме поиска, Яндекс – это почта, погода, карты, вызов такси, заказ еды и много чего еще. Миллионы людей каждый день используют Яндекс, и, видимо, часть из них, по крайней мере, получают то, что хотят. Если вас спросят, чья компания Яндекс, думаю, вы уверенно скажете, российская. Я тоже так скажу. Создали россияне, управляют россияне, работают наши ребята, ориентированы на российский рынок, в общем, наша компания российская. Тут сразу видно, что вы не чиновник, я, впрочем, тоже. Потому что чиновники смотрят глубже, видят дальше. Такие, как, например, депутат Госдумы, как бы из Кузбасса, Антон Горелкин. Им, чиновникам, видно, что на самом деле Яндекс-то иностранный, а раз так, то грозит нашему суверенитету. И грозят этому суверенитету великие беды, потеря контроля над интернетом. И все это надо, конечно, предотвратить. Поэтому депутат Антон Горелкин внес законопроект, ограничивающий владение информационными ресурсами со стороны иностранцев. Согласно законопроекту, иностранцы не могут владеть более чем 20% крупных информационных ресурсов. Ну, а иначе ведь никак не соблюсти информационный суверенитет и не отстоять интернет-безопасности. Тут и кроется опасность для Яндекса, поскольку головная компания Яндекса зарегистрирована в Нидерландах, а на западных биржах торгуется крупный пакет акций. Вот вам мешает, например, что у Яндекса есть западные акционеры? Вы замечаете это, когда пользуетесь, например, сервисом по доставке еды? Нет? А вот депутату Горелкину и информационному суверенитету мешает. Он ведь большой эксперт в интернете, продвинутый пользователь, можно сказать. А вы знаете, что когда этот самый Антон завел свой YouTube-канал, то об этом писали в СМИ? А ведь вообще ничего глупее нельзя представить, чем в конце 2017 года через медиа хвастаться, что завел канал в YouTube. Первый депутат с каналом на YouTube. Еще бы гордился, что первый из депутатов имейл отправил. Горелкин, стыдиться этого надо, скрывать от людей, не говоря уже о том, что канал-то закрыт. Судьбы российского интернета решает человек, не сумевший совладать с ведением видеоблога. Но, к сожалению, инициатива об ограничениях по владению информационными ресурсами исходит не только от этого комичного депутата. Инициатором законопроекта была все та же администрация президента. Зачем нужен был этот законопроект? Депутат уверяет нас, что цель – обезопасить страну от продажи всего Яндекса иностранцу. Действительно, это была бы какая-то катастрофа. На картах Яндекса коварные зарубежные владельцы перенесли бы Биберева в Омск, а Омск – на Кавказ. А в рейтингах бы занижали оценки по фильмам, по сценариям Маргариты Симоньян. Ну, если говорить серьезно, то все это чушь. Золотая акция Яндекса принадлежит государству через Сбербанк. Яндекс добровольно передал эту акцию государству в 2009 году за символическую плату в 1 евро. Акция обеспечивает право государству блокировать продажу активов, изменение состава акционеров и многое другое. Ну, тогда зачем и почему появился этот законопроект? У меня для вас два ответа. Один плохой, а второй очень плохой. Начну с плохого. На новостях о законопроекте Яндекс потерял почти 2 миллиарда долларов капитализации. Акции компании упали почти на 20%. Но рынок и биржевая торговля устроены так, что если кто-то теряет, то кто-то получает возможность заработать. Вы можете заработать гигантские суммы и на падении акций тоже, особенно если точно знаете, когда некоторые события обвалят котировки. А если вы знаете, что затем произойдет другое событие, которое котировки поднимет, то вы зарабатываете вдвойне. То есть сначала 2 миллиарда долларов в одну сторону, а затем миллиард в другую. Неплохо так погуляли по буфету. За три дня-то. Это вам не 90-е. Тогда, чтобы заработать, приходилось годами предприятие из руин поднимать. А какой же второй ответ на вопрос о причинах проблем Яндекса? Что может быть хуже не просто инсайдерской торговли, а просто-таки манипулирования курсом крупнейшей российской компании? Неделю назад бывший замглавы администрации Путина Владислав Сурков сообщил Граду и Миру о необходимости исследования путинизма. Путинизм, по мнению Суркова, это глобальный политический лайфхак, хорошо работающий метод властвования. И в этот раз Сурков абсолютно прав. Путинизм – это действительно хорошо работающий метод властвования. Именно властвование, а не управление страной. Путинский лайфхак – это сохранение личной власти любой ценой и полное игнорирование интересов страны. А главная проблема и беда Яндекса – что такая компания с путинизмом никак не сочетается. В живых, как говорится, должен остаться только один. И пока мы не решим что-то с путинизмом, у Яндекса не будет и не может быть нормальной жизни. Пока Нобелевскую премию по экономике дают за борьбу с бедностью, путинизм решает совсем другие проблемы. У путинской элиты мода на демонстрацию чудовищного имущественного расслоения, при том, что половине россиян хватает денег только на еду и одежду. А на фоне этой бедности в стране продолжается демонстративное сверхпотребление. Причем это ведь деньги бюджета. Деньги, отнятые Путиным у населения России и отданные своим друзьям. Как, например, его другу Аркадию Ротенбергу, который за миллиард бюджетных рублей за 10 дней построил уже существующую эстакаду в Москве. Путинизм – это путинские друзья, делающие на государстве миллиарды в буквальном смысле из воздуха. Путинизм должен контролировать каждый крупный источник дохода в стране. Поэтому путинизм не может сочетаться с Яндексом. Он не потерпит успешную компанию, сделавшую большие деньги умом, талантом и трудом. Не потерпит и потому, что Яндекс, его владельцы и менеджеры ничем Путину не обязаны, никак ему не подконтрольны. Путинизм живет не в современном, а в средневековом мире. Путинизм гордится не тем, что в стране создана современная технологическая компания, которая на локальном рынке, пускай и на локальном, смогла задвинуть Google. Предмет гордости путинизма – это когда в знак уважения вождю другой вождь из Арабских Эмиратов выкрасил свои машины под ДПС. Поэтому путинизм с Яндексом не сочетаются. Путинизм просто не понимает, какую ценность представляют у себя такие компании, как Яндекс. Не понимает еще и потому, что не понимает интернета как такового. Он не понимает нашей жизни. Вот вы как проводите день рождения? Наверное, в кругу друзей или родных. Правда, сидите, уткнувшись в смартфон и отвечаете на поздравления в чатах, мессенджерах и соцсетях. А Путин с министром обороны собирает грибы в тайге. Понимаете, с министром обороны в день своего рождения. Кругом враги, кругом угроза. А если военную угрозу, даже если она случится в день рождения, отразит министр обороны, то с главной угрозой даже Шойгу не справится. Главная угроза путинизму – сам путинизм. Путин уже 11 лет разрушает то, что до этого, ну, либо сам сделал, либо, во всяком случае, результатами того, что сделали до, воспользовался. И вот и получается, что результаты властвования печальны для большинства людей. И они об этом знают, потому что у людей появилась информация. Интернет заменил газеты и телевизор. И Яндекс – это наш символ этой свободы. Такой же, как Телеграм. А путинизму не надо, чтобы каждый мог найти правду. Путинизм – это ведь про ложь. Это про спрятанные следы преступлений, про украденные деньги, это скрываемая информация о падении популярности. Поэтому путинизм органический, на самом базовом, на самом глубинном уровне не сочетается с Яндексом. И как бы ни сложилась история с законом-проектом Горелкина, Яндекс будет под угрозой, пока в стране будет работать лайфхак путинизма. Только вот Яндексы точно переживут путинизм. А если мы встанем с диванов, то и мы переживем тоже. Всего хорошего. До новых встреч.